Музыка Музыка Есть в жизни моменты, которые следовало бы запомнить, но то ли лень, то ли думаешь, ага, потом там запишу И проходит время, ты их забываешь А вот хорошо все это сделать сразу же по следам Так вот Я сижу в гостинице Алтай, Москва И только что вчера была подписана программа Таблетка, 4 программы И вот такая предыстория Примерно дня за 3 до этого дня А сегодня у нас 11 апреля То есть числа где-то 8 Ну примерно 8 Мне приснил сосон Приснил сосон Я как бы пролетаю Над какой-то поверхностью Смотрю, а там В зелени Копошатся огромные змеи Разные, зеленые, коричневые Вот много их Ну и я приземляюсь И часть из них Значит Порубал Думаю, к чему бы это сон Рассказать его так Рассказал своим домочадцам Ну каких только снов не бывает Мне вообще часто снятся Значит Змеи Вот Змеи это и к дороге Это и к недругам Которые тебя окружают Ну вот Через какое-то время А именно В пятницу Это 9 число апреля Раздается звонок И Один из шеф-редакторов Программы Таблетка Говорит, что Меня хотели бы видеть на этой передаче В качестве там Средущего От народной медицины Ну хорошо От народной медицины Так От народной медицины Вот Я знаю, что Если не будет никакой команды сверху То навряд ли что будет Вот То есть Приказ дан Оттуда Ну хорошо Соглашаюсь Еду Еду Значит На передачу Они берут билеты Заказывают Достиницу Вот Которую я И Когда я ехал Так у меня Смотря в окно поезда Говорился такой стих И И вновь на север Нас пояс мчит Мелькают Голые Деревья Зеленые Стоят Поля И ждет Меня Опять Москва Ну нет Уж тех Надежд Что в юности Бывали Амбиции Ушли Остались Лишь Дела Однако Я еду В радости А не В печали К сюрпризу Что готовит Мне Судьба Ну что За сюрприз Значит Мне Препонесла Судьба И вот Как я его Оцениваю Значит Мы должны Были Значит Меня пригласили На Четыре программы Которые Были записаны Вчера Это У нас Были Рассеянный Склероз Клещи Болезни Альцгеймера И Инсульт Ну и естественно К меру своих сил Знаний Подготовился Узнал Что это За Такие Заболевания Ну Я ранее О них И мог Кое-какое Мнение Но Ну и еще Естественно Не мешает Узнать Об этом Получше Позвонил Даже своему Другу Хамраеву Ну Как и Восточная Медицина Относится Там К тому Заболеванию Молодец Он мне Ответил Вот Ну и Наконец-таки Сама Программа Ведущий Стас Садальский Знающий Своё дело Человек Я так понял На программе У него Своя роль Три Врача Присутствовало Насколько я понял Не совсем Доброжелательно Они ко мне Относились Ну вот Как раз И сон О чем Предупреждал Ну ладно И естественно Я стою И Герой Программы Непосредственно Значит У нас Первая Была Это Рассеянный Склероз Рассеянный Склероз И вот Что Меня Удивило Удивило Меня То И чем Я хочу С вами Поделиться Это То Что Вышла Девушка И сразу Начали Рассеянный Склероз Вот Она Потеряла Вес Вот Она Там Ходит Вот Она Такая Секает Ну Никакая Я Все это Естественно Выслушал Я Стараюсь Никого Не Перебивать Это Мое Кредо Тем более На программе Когда я Работал Моя Задача Была Я Сам Се Поставил Это Человек Который Пришел На Программу Вот Его Показать В лучшем Свете И Задаю Вопрос Вы знаете Говорю Прежде чем Рассеянный склероз Это заболевание В основном Молодых Людей Девушки 21 год И Такое Серьезное Заболевание Оно Не может Появиться Вот Так Вот Появилось И все Должна быть Какая-то Причина Естественно Причины Следующие Это Какое-то Эмоциональное Потрясение Должно Быть Это Инфекция Это Может быть Даже Какие-то Допустим Манипуляции Типа Вакцинации И Другие Вещи После Которых Могут Быть Такие Осложнения Вот Действительно У девушки Оказался Значит Эмоциональный Стресс Она Пережила После Чего Дала Сбой Организму И Вместо Того Чтобы Вот Заниматься И Устранять Причины Которые К этому Привели А Эмоциональный Стресс Он Застает В Организме И Блокирует Работу Нормальную Работу Вот Здесь Начали Строить Разные Доводы Мол Целые Институты Работают Над Этой Проблемой Ну Че Работают Работают А Результатов Никаких Нет Так И Говорят Что Болезнь Неизлечимая Можно Там Приостановить Понимаете Нет Вселения У больного Человека Какой-то Надежды Нет Его Сразу Глушат Решают Воли И все Ты Значит Будешь Болеть Всю жизнь Сидеть На Довлетках И Врачи Стоят Поодаль Вот Она Стоит Рядом Со мной И Я Чувствую Что Этому Человеку Не хватает Ни Тепла Ни Участия Просто Обнять Как-то Поговорить Сделать Какой-то Массаж То Есть Проявить Человеческие Чувства Но Нет Это Вот И Вместо Того Чтобы Говорить Посмотрите Что Произошло С Девушкой В Рассейном С Девушкой В Этом Случае Которая Заболела Рассейным Склерозом Это То Что Последствия Эмоционального Стресса Не Были Устранены Они Продолжают Действовать Плюс Добавляется Значит Лекарственное Лечение И Все Это Идет В Никуда И Поэтому Говорят Мы Лечить Не Можем То Есть Никто Не Хочет Заниматься Тем Что Было До Этого Узнавать Вот Знаете Поломалось Вы К нам Пришли И Мы Вас Чиним А Там Уж Чиним Как Там Латаем Штопаем Это Уже Неважно Латать Всю Жизнь Подлатывать И Вот То есть Первый момент У меня Отложился Никто Не Работает С этими Последствиями Ну Ладно Рассеянный Склероз Прошла Программа Теперь Вторая Программа Это Про Клещи Пришла Женщина Которую 14 лет Укусил Мисфолитный Клещ У нее Развилось Там Заболевание Все То Такое Они Там То Все Все Говорили И так Далее Ну Естественно Спросили Меня Что И Как Я Сказал Я Ничего Своего Не Говорю Я Вам Факты Которые Я Знаю Относительно Клещевого Энцефолита Как Его Вылечили И Рассказываю Филипп Семенович Хаминея В 50-е Годы Полковник Медицинской Службы Который Был Директором Фармацевтического Института В 1936 Году В Душанбе Была Экспедиция В Которой Он Участвовал И Они Исследовали Как Раз Вот Этот Клещевой Энцефолит И Там Была Укушена Его Сотрудница Сотрудница Была Укушена Значит Они Попробовали Применить Средства Которые На тот Момент Были На 1936 Год Против Энцефолита Они Не Помогли И Вот Тогда Он Вспомнил Про Урин Он Взял Урин В этой Больной Женщиной Стерилизовал Охладил И Через Каждые Два Часа Два Кубика Вводил Под Кожу После Второго Уже Исчезли Вот Эти Вот Симптомы Больного Человека Когда Там Жар Пышет Все Это Боли Ломы Ломы Короче Она На Восьмые Сутки Полностью Выздоровел То есть Я привел Такие Данные Естественно Меня Заплевали Так 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 Что Еще Порекомендовал Со Своего Уже Опыта Я знаю Что Не Обязательно Что То Вводить Под Кожу Особенно Урину Достаточно Сделать Компресс На Кожу Ну Допустим На место Укуса Сделать Компресс На Кожу И Уже Этот Компресс Впитается Кожей И Вызовет То же Действие Что Вызывает И Укол Под кожей Урины Вот Порекомендовал Я вот Такую Вещь То есть Это Было Сделано Так Если Вы Увидели Что У вас Вообще Присосался Клещ Вы не Знаете Энцефалит Не Энцефалит Значит Выкручиваете Его Я там Показал Рассказал Как Надо Выкрутить Чтобы Головка Не Осталась Прикладываете Свою Собственную Урину И Мчитесь В Травпункт Медпункт Что Там Сдаете Клеща На Анализ Энцефалит Или Или Не Энцефалит И Дальше Там Какое Лекарство Помощь Вам Окажут Вот Это Было Сделано Вот Тоже Это Не Нашло Какого-то Понимания Значит Бежать В Рекомендации Врачей В Травпункт В Медицинский Значит Пункт Это Может Занимать В зависимости От Того Где Вы Находитесь Там От Трех Часов До Шести Часов И Более За Это Время У 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 это там отходы, это там чуть ли не яд, но если бы это был яд, мы бы уже отравились в организме в морщевом пузыре, через морщевой пузырь, понимаете? Я сказал, что это неправильное отношение, просто вы не имеете полной картины, а судите об этом там. Короче, вот что они порекомендовали? У меня есть практическая рекомендация. Укусил клещ, выворачиваете, значит, применяйте компрессию гурины и мчитесь. У них от укуса до медпункта ничего этого нету. Ну вот, как-то там так. Так, третья передача была у нас посвящена болезни Альцгеймера. Альцгеймер, это врач, который в 1901 году наблюдал там за женщиной, которая страдала слабоумием, и она где-то в 1907 году, если мне память не изменяет, значит, умерла, он там исследовал и описал это. И, значит, его описание этой болезни дало название ей, то есть это старческое слабоумие, потеря контроля над своей жизнью, над своими жизненными проявлениями, то есть отсутствие ориентации, человек перестает говорить, понимать, ориентироваться, начинает входить под себя и все. Вот, и когда исследовали мозг человека, то есть человек нормальный, когда умирает, у него мозг нормальный, у больных Альцгеймера мозг значительно усушен, то есть он как в плачок, если не меньше. То есть идет прогрессивная атрофия головного мозга. Что я по этому поводу сказал? И, то есть, мои выводы были следующие. Значит, больные Альцгеймером, они, значит, проявляют себя, либо у них депрессия, их ничего не интересует, их ничего не нравится. Это, естественно, все эти проблемы нарастают с самого начала и до конца. То есть человек уже перестает как-то участвовать в жизни семьи, в жизни общества. Он вот, вот. Ну, интересно ему становится. И, естественно, таких людей, людей считается нормальным отдавать в дома престарелых, где они там доживают в свои последние дни. Так вот. А другая часть из этих людей, она раздражена и агрессивно воспринимает окружающее, им что-то не нравится. И как раз была там героиня, была, был ее сын. Вот. Опять-таки, что у этой женщины, значит, она одна воспитала своего там сына. Значит, были какие-то тяготы, естественно, жизни. Сын у нее, я так понимаю, был опорой. Произошла свадьба. Сын ушел, своя семья. Я, возможно, меньше стал, значит, обращать внимание на свою мать. Ну, мои такие умозаключения. И произошло вот какое-то, как бы сказать, переориентация. То я раньше была нужна семье, а теперь никому не нужна. И, возможно, это повлияло. То есть, что я хочу сказать не столько на этом примере, как на другом. Процесс старения, процесс старения, он выражается в двух вещах. Это прогрессивное высыхание и прогрессивная потеря теплоты организма. Вот. Что и наблюдаем у стариков. Естественно, это приводит к тем или иным посредствам. Сначала, допустим, с суставами, там, мертвы, пищеварения. Естественно, это влияет на умственные способности. Вот. Но у кого-то, у кого-то, насколько я понимаю, когда человек разочаровался в жизни, и его уже ничего не волнует. Кстати, эта болезнь проявляется не в слаборазвитых странах, в которых там люди лазят по пальмам и бегают, значит, по джунглям. А она большей частью проявляется среди высокоразвитых стран, где именно амбиции человека, его желания, его там потребности сталкиваются с реальностями. И ему показывают, и твои амбиции ничто, и ты сам ничто, и тому не нужен, и сему не нужен, и в профессии не нужен, и в семье ты не нужен, и так далее, и тому подобное. То есть происходит у части людей такое, бывает, разочарование в жизни, опустошение, и они ничем не интересуются, замыкаются на себя. Умственные способности им не нужны, и раз умственные способности им не нужны, начинается атрофия, в первую очередь, именно того, что не нужно. Не нужна рука, значит, у нас усыхают мышцы. Не нужна голова, значит, начинаются процессы там. Плюс, была такая вещь еще замечена, что если имеются проблемы типа парадонтоза, живет какая-то патогенная микрофлора в организме, в частности во рту, рот и голова уже все рядом. Было обнаружено, что вот через нервные клетки, через которые идет питание там мозга, самой нервной ткани, вот они по какой-то причине там закупориваются, по какой-то причине они там перестают проводить питательные вещества, что, естественно, ведет к медленному угасанию. И насколько вот можно сделать вывод, при болезни Альзиммера, когда семьи отказываются от своих родственников, это говорит о том, что и в свое время, в свое время, и эти люди соответствующим образом относились к ним так, что возникла какая-то чуждость, какое-то, знаете, разногласие, какое-то недоверие, недопонимание и даже от раздражение. И поэтому он их раздражал, будучи здоровым, а больным тем более он там не нужен. Потому что если человек все-таки нужен семье, любящий, то его, как правило, не отдают в дом престарелых, чтобы он там доживал. Вот. А он до последнего участвует, активно участвует в жизни семьи. Ну, это мое мнение. И вот таким людям, таким людям, опять-таки, ворчи стоят там, что-то там говорят и так далее. Я подошел, обнял эту женщину, попробовал у нее, как, значит, у нее мышцы шеи, мышцы плеч. Вот. Нашел тяжи, нашел мышечные желваки. Мышечные желваки – это спрессованная мышечная ткань, которая, понимаете, она должна быть эластичной, пропускать там воду, кровь, питательные вещества, нормально работать. Она уже стала черствой, она уже стала твердой. И когда дотрагиваешься до вот этого желвака, он отвечает, значит, вот такой вот болью. Я говорю, вот смотрите, у вас здесь желвак, здесь, значит, желвак. У вас нарушено уже питание, которое отчасти идет и в головной мозг. Поэтому, недополучая ни крови, ни питательных веществ, значит, начинаются процессы атрофии. То есть у меня даже возникло несколько свое понимание болезни Альцбергеймера. Это то, что прогрессивная атрофия заключается не только в том, что головной мозг, это вот как Альцбергеймер там исследовал и сказал, остальные особо не уникают, ага, ухватились за это. Но идет атрофия и очерствение окружающих тканей. Когда я сделал небольшой массаж, женщина стала лучше, понимаете. Вот все-таки не лекарствами, не таблетками эту проблему надо решать, а больше любовью, больше тем, чтобы человек вновь заинтересовался в жизни, чтобы он открылся ей, чтобы он хотел, понимаете, а не замыкался на себе. Ну и, естественно, вот эти массажи, которые убирают желваки. И тогда будет совсем другое дело. То есть никто, опять-таки, до какие причины привели к заболеванию, прогрессирующему атрофию головного мозга, никто особо не приводит. Так, что-то там говорится, да? А сразу же начинала лечить. Вот это вот и такая, там такие-то препараты, вот это такие, вот это такие. То есть мы начинаем бороться со следствием, не понимая причин происходящего. И как они действовали, так они действуют. Да, может лекарства немножечко будут, процесс этот как-то останавливает. Но сами по себе лекарства тоже будут влиять на нормальную жизнедеятельность организма и вызывать какие-то сбои, которые все более и более усынувляясь, приводят к тому, что, говорят, эта болезнь не лечится. Не зная истоков причин этого, естественно, невозможно и лечить. Зная истоки причины, мы можем и профилактику организовать, и лечение, которое все полностью сделано. Здесь этого нет. И с передачи говорится, все, заболели каюком. Вот, это что касается ангеймера, да, болезни. Ну и, наконец-таки, наконец-таки инсульт. Наконец-таки инсульт у нас был в заключительной программе. Тут принесли интересные приборчики. Инсульт, значит, ну, с этой темой, как говорится, я знаком поступку-поспоку. Вот, и, значит, меня как практика всегда интересует, ну, боль говорит, весь этот процесс. Вот женщина пришла, и, ага, женщина пришла, и показывают ее в домашних условиях. Вот она там ходила в аптеку, вот она там что-то рассказывает, вот она там обследуется. И я обратил внимание, внимание, вот она рядышко как-то со мной стояла, обратил внимание на то, что она вся покрыта пигментными пятнами. Такими, знаете, вот пигментные пятна, которые вот по коже. Их слишком много как-то. И я спрашиваю ее, тихонечко на ухо, говорю, они у вас всегда были или же появились? Она говорит, нет, они появились. А сама она работает бухгалтером. И я говорю, вы знаете, а врачи опять-таки, вот, инсульт, мы начинаем там лечение. Нет, вот, ага, и, значит, Константин Иванов, кандидат медицинских наук, как раз по этой части он там заведует, значит, то ли сердечно-сосудистыми заболеваниями, ну, примерно в этой области. Вот, он, значит, говорит, очень важно, значит, вот после инсульта в течение, значит, там, трех, четыре-шести часов оказать первую помощь, чтобы было. Ну, ну, как ее оказать при этом все сводится к тому, чтобы как можно быстрее доставить человека в травмпункт. Я говорю, вы знаете, ну, это ясно и понятно, это хорошо, но болезнь, болезнь началась задолго до самого инсульта, момента инсульта. Вот, посмотрите, говорю, вот, что это, говорю, с кожей, что вы можете сказать? Короче, никто толком на это не ответил, когда я выдвину свою гипотезу. То есть, как правило, если в организме много желчных шлаков, они начинают откладываться под кожу. Естественно, эти желчные шлаки циркулируют по крови, откладываются в виде, значит, там, холестериновых бляшек, в виде там еще каких-то ненормальных отложений, в том числе и подрывают и стенку сосуда, да? Все это потихонечку влияет на то, что у нас это приводит и к давлению повышенному, приводит к тому, что это место, значит, сосуд ослабляется, он может взорваться. Ну, на что, конечно, врачи тут надо мной посмеялись, что это за желчные шлаки, что это, откуда берутся, так далее. И, конечно, передача постольная так, что не всегда ответишь на какие-то там вот такие вот вещи, там, разъяснить, потому что это требует времени. Так вот, желчные шлаки, что это такое? Все мы с вами ходим в туалет и писем. Смотрите на свою струю, и видите, она может быть бесцветная. Бесцветная, значит, там желчных шлаков, то есть выделения желчи, никаких нет. Далее, значит, у вас высокая температура, у вас, значит, ну, какое-то заболевание вы принесли. Смотрите на струю своей собственной мочи и видите, она окрашена, ну, буквально-таки густая в оранжевый цвет и имеет резкий запах. Вот это как раз и есть эти желчные шлаки. Эти желчные шлаки накапливаются в организме в результате неправильного питания. А эта женщина, кажется, любила остренько, она сказала, что за раз она съела там банку с перцем. Острый вкус стимулирует, значит, вот выделение этой желчи, повышенное, там, он говорит, образование. Естественно, все это поступает в желчь, поступает, вы не думайте, что она поступает, вот она, с печенью она поступает в желчный пузырь, она поступает дальше, значит, в надспорственную пешку, там вызывают различные, значит, нужные пищеварительные изменения. Часть в виде стула выходит, часть всасывается в кровь, выходит через мочу, а часть еще дальше циркулирует у нас. Так вот, чем больше вот этих вот веществ, которые образуют желчь, вот, тем больше, значит, в наших сосудах вот этого вещества, там, допустим, холестерина, там, что там они из этой желчи, там, парфины, то есть, какие-то такие воскоподобные вещества, частично, вот, которые, естественно, оседают в сосудах и приводят к тому, что они уже ослаблены. Более того, если у нас вот так печень начинает плохо работать и появляются уже вот эти пятна, пятна, то есть, организм не справляется с выделением через толстый кишечник, через мочу, а уже кожа включается, то это говорит о том, что печеночный барьер и функция печени по очищению крови, как фильтра организма, они уже нарушены, и в результате этого кровь, нормально не проходя, возникает и застой крови, и, естественно, это приводит к тому, что повышается артериальное давление, потому что надо через фильтр там прокачать кровь, это приводит. Если бы эта женщина в свое время почистила организм, толстый кишечник и печеночку, никакого бы инсульта не было. Ладно, вот это я хотел объяснить, но там это трудно, я не собираюсь перекрикивать кого-либо. Далее такой вопрос был с восточной медицины. Я говорю, вот человека разбил параметр. Значит, Константин Иванов, он хорошо сказал, а какие внешние признаки того, что с человеком не отравление, он не потерял сознание, не упал в уморок, а именно разбил параметр. Он перечислил, это язык налево или направо, это, значит, что-то с лицом, и это третье, невозможно поднять руки. Когда руки поднимаются, одна рука вот так идет, а другая вот так идет. То есть это говорит о том, что паралич. То есть вот человека разбил паралич. И говорят, первое, значит, 3 часа или там 6 часов, самое то время, которое, вот в течение которого, если мы поможем человеку, тем самым избежим паралича и многих последствий. Я привожу опыт восточный. Это, значит, кровопускание. То есть берется иголка и колется вот буквально-таки вот в двух миллиметрах от ногтя до крови. Каждый паралич, один, второй, третий, четвертый, пятый, на обоих руках выдавливается, чтобы вышла кровь. Понимаете? Далее. Если у человека по-прежнему лицо перекошено, значит, массируется до покраснения мочки ух и тоже делается укроп, выдавливается кровь. Казалось бы, да, и говорится, вот если это вы сделаете, это вы сделаете из практики, как там описано, говорит, никаких последствий нет. Человек буквально через 3 дня возвращается к обычной работе. Понимаете? А если это не сделаете, то что происходит? Вот чисто теоретически происходит. Смотрите, лопнул сосуд, да? Давление как бы вот сюда вот идет. И здесь очень важно, очень важно организму показать, чтобы он дальше ехал, потому что сосуды в головном мозге, еще там где-то... Что и случается. Инсульт брякнул, человека отвозят в скорой в больницу, и в результате вот этого процесса, когда тебя везут, сосуды головного мозга продолжают рваться. Понимаете? А здесь важно, насколько я понимаю, дать организму понять, что у него произошло, будем говорить, прорыв кровяных сосудов в ином месте. То есть отвлечь внимание от области головы, чтобы там дальше ничего не рвалось. А вот вот сюда. И он, значит, перераспределяет свои усилия, он дальше тут не рвет, ничего не делает, а он сюда вот все это, в том как бумаге, как бы выплеснул, свой вот этот сгусток бумаги, вот этой вот энергии, сгусток вот, ну, негатива, который вот ведет вот этот болезнетворный процесс. И все. Понимаете? Это тоже так встретило какие-то там смешки. А что конкретно они предлагают? А вот доставлять человека в больницу. Согласен, вы это сделали и прямиком его в больницу доставили. То есть здесь мы не упускаем время. А так вот эти там, хотя бы там 40 минут, когда скорая везет, еще там час, этого достаточно для того, чтобы здесь еще образовался большой там тромб, большое кровоизлияние. И, естественно, произошло более обширное отмирание участка головного мозга. Далее, значит, пришел мужчина со своим приборчиком. Они там его запатентовали на основе магнитного поля, импульсом магнитного поля. Они разработали такой, значит, ободок. Вот человек ложится. И начинается воздействие вот этими вот частотами магнитного поля на участок этого мозга. Я, естественно, поинтересовался, как это работает. Ну, как это работает. Как начали рассказывать что-то там такое, ну, непонятно. То есть, возможно, они и знают в своей терминологии, как это там работает. Но ясно и понятно это донести до обывателя, которому все это надо знать и понимать, как это происходит, они не смогли. Что, на мой взгляд, происходит? Вот, насколько я там объяснил. Значит, вот смотрите, лопается сосуд головного мозга, выделяется кром, делается сгусток. Делается сгусток, значит, кром сюда не чуть-чуть, кром сюда не чуть-чуть. Начинается здесь, значит, отмирание из-за недополучения питательных веществ, из-за недополучения кислорода, из-за накапливания просто веществ отхода, жизнедеятельности клеток. Что делают магнитные волны? В первую очередь, в первую очередь, идет разжижение крови. То есть, этот густок, он представляет плотную массу, но которая состоит из красных кровяных телец, которые там прижались. И сейчас, друг в другу раз, естественно, там и вещество, которое все это, значит, закупоривает, в крови имеется фактор свертывания крови, чтобы дальше кровообращения не было. Так вот, для того, чтобы вот эти вот клеточки крови продолжали двигаться, надо подать на них заряд, они заряжены. Когда они в взвозке крови, они становятся обеззаряденными, и поэтому и слипаются. Как только мы на них подаем волновой заряд, да, который вот так вот начинает колебать их, вот, они заряжаются, начинают друг от друга отталкиваться, и нормализуются в этом участке, пораженном, кровообращение, что и надо добиться. Нормализуется кровообращение, значит, нормализуется поток питательных веществ, дыхание, то есть, те факторы, которые способствуют восстановлению. Естественно, там магнитное поле, оно будет влиять уже там и на вещество, там клетки, там, все там вещества в клетке, оно находится в таком вот состоянии взвешено. Как только заряда нет, все это рисуется, вот так, то есть клетки начинают отмирать. Как только все эти вещества медцелы мы подсаряжаем, значит, они отодвигаются друг от друга, становятся текучими и начинают работать. То есть, вот это надо было объяснить. Потом там одна женщина вышла и сказала, что вот применяли, значит, точки, применяли почки тополя от варта, который помог там, ну, человеку быстрее восстановиться. Вот. Меня, значит, спросил Стас Садальский, говорит, как это работает. Ну, в первую очередь, там биологически активные вещества, которые там начинают свою работу. Биологически активные вещества, да? Вот. И все. То есть, передача, это такое... То есть, в передаче важно не уклониться от темы, сказал биологически активные вещества. Когда задается вопрос, Константин Иванович задал вопрос, а что это за биологически активные вещества? То есть, это уже некоторый уход в сторону. Биологически активные вещества, они стимулируют жизненные процессы в организме. И почему именно тополя, почка? Ну, мы даже не будем сейчас брать, там, какого дерева, а почка. Почка, которая набухает, которая полна жизненной энергии, идет на разворот листа. Вот эта энергия имеется как раз в почке, да? Вещества, которые уже материальный носитель фермента, это уже будут витамины, минералы. Ну, и на этом обзор вот этих вот четырех программ подошел к концу. Что я хотел сказать, ну, я сказал, можно подвести небольшой итог. Итог таком, что, мое мнение, что существует большое знание, медицина пользуется одной частью и игнорирует совсем народную медицину, которая накопила огромный опыт и, понимаете, вот всячески ее там заплевывают и что-то. Нет, нет только мы. Но если бы вы, если бы вы все это делали, тогда, естественно, были бы все люди здоровые. Но раз этого нету, значит, надо изучать и другие науки, дисциплины, изучать опыт какой-то другой, анализировать, применять, чтобы лучшее отобрать для того, чтобы лечить людей. Если уж на то пошло, медицина этим занимается. Отбрасывается тот опыт, который был накоплен, нарабатывается какой-то новый, который, который, все говорят, дело в генах, дело там в наследственности или еще. То есть, когда человек не понимает, что происходит с больным, начинают ссылаться на наследственность, начинают ссылаться на гены, ссылаться на хромосомы, ссылаться на все, что угодно, лишь бы показать свою какую-то научную значимость. А тут никакой значимости не надо, здесь нужен результат, конкретный результат.